Всем привет, с вами снова Илья, это прогноз криптовалютного рынка на 18 марта. Посмотрим, как у нас началась новая рабочая неделя для биткоина, для других криптовалюты. Начинаем, конечно же, с BTC. Здесь у нас пробой клина, но пробой очень скромный. Вчера мы разбирали клин, да, я напоминаю, вот здесь вот такой клин. Хоть и фигура не самая надежная, как в принципе любая фигура на данный момент на криптовалютном рынке, но все-таки есть за что зацепиться и в ней тоже. Так вот, этот клин пробили, но пробили его без особых импульсов. Мы увидели лишь движение до 69 практически тысяч долларов. Пару раз в этот уровень ударились и пока что пробить дальше не можем. Оценку, ну, дать сложно такому поведению цены. Скажу лишь, что она однозначно не самая хорошая, но и не самая плохая. Здесь, конечно, хотелось бы увидеть импульсный выход из этой ситуации, потому что такая глобальная фигура на снижении волатильности должна в случае бычьего сценария пробиваться быстрее. Здесь же мы видим выход, скорее похожий на приманивание лонг-позиции и на их, опять же, активное открытие, как это было, например, в 15 марта, ближе к вечеру. Поэтому тоже такой, вот видите, выход достаточно скромный. После этого немного побились в уровне и дальше пошли потихоньку собирать стоп-ордера тех, кто здесь радостно заходил. Поэтому, честно говоря, выглядит все пока что не очень шикарно. И об изменениях в такой ситуации нам лишь скажет пробой такой полноценной 69 тысяч. Я бы сказал, что типа 69 500, 69 600, то есть уже с большим запасом от 69. Лишь это, мне кажется, будет говорить о том, что здесь фигура как бы глобально пошла в отработку и цена пошла на обновление хая. Плюсом ко всему мы видим, что уже подобную западню рисовали вот здесь. Да, мы это вчера разбирали здесь за тем лишь исключением, что в этой ситуации рисовали фигуру перевернутую голову с плечами. Здесь у нас нарисовали двойное дно, можно сказать, что это удавшийся размах так называемый. Ну так или иначе, то есть рисуют фигуры разворотные, вроде как дают из них выход. Здесь даже выход двойной из двух фигур. Но после этого развитие ситуации не получает. И как бы чем больше таких ситуаций повторяется, тем мы можем констатировать о более слабой позиции быков. Поэтому хотелось бы, чтобы вот уже прямо сейчас значит это все подросло не просто со стороны хотелок, но и со стороны как бы дальнейшего развития бычьего рынка. Потому что падать нам объективно есть куда. Если мы посмотрим там на четырехчасовые графики, то мы увидим, что и вот этот вот весь импульс, хотя бы в половину его можно отыграть и покрыть все вот эти вот быстрые движения, которые были 48 тысяч. А этого бы очень не хотелось. Хотелось бы ограничиться такой более скромной коррекцией и после этого улететь наверх. Ну то есть вот прямо сейчас. Поэтому я повторю мысль вчерашнего видео. Вчера просто немногие его смотрели, потому что оно выходило уже вечером. Основная мысль сейчас такова, что оставлять побольше фиата и готовиться к более таким агрессивным сценариям снижения. Ввиду того, что с каждым таким промедлением цены и слабыми отскоками открывается все больше возможностей для более глобального падения. Которое, ну, пока что рынок такой, следует выкупать. А раз его следует выкупать, нужно больше оставлять и на более сильные коррекции рассчитывать. Значит, по поводу эфира. Здесь все сказал уже вчера. Как и было сказано, я немного докупил. Думаю насчет того, что делать дальше. Сейчас пока ситуация не очень сильная. Но на самом деле все очень быстро меняется. И даже, казалось бы, такие вот, знаете, формации уже быстрого планомерного снижения, они могут V-образно быстро разворачиваться. Поэтому я здесь стараюсь по альткоинам вообще не загадывать, как они там себя поведут, какие у них формации и так далее. Потому что, очевидно, они полностью, ну, не полностью, но зависят от биткоина. Плюс у них есть еще такая самостоятельная часть, назовем это так. И многие монеты просто сейчас как бы растут, уже выходят на новые хаи, какие-то наоборот, очень сильно там замедленные, какие-то наоборот, какие-то в третью очередь там находятся в каких-то боковых движениях и имеют там сопоставимое снижение с биткоином. Поэтому тут по альткоинам, наверное, самое неблагодарное загадывать. В связи с этим, ну, наша задача только действовать. Действия здесь таковы, что небольшие докупочки, но основное я бы оставлял пока на более позднее время. Следующее, значит, что я смотрю в сторону покупок, это Ripple. Казалось бы, самая помойка 0 из 10, но в реальности здесь мы по Ripple всегда ловим такие предсказуемые движения. И у него очень такая хорошая структура, которую очень, кстати, хорошо протраговывать всякими гридботами или там, я не знаю, ну, мартингейлами-то, наверное, нет. Ну, в общем, такая структура, очень подходящая для работы вот автоматизированными системами. То есть он как бы то растет, то падает, но в среднем в одном диапазоне остается. И как бы ты его просто подешевле берешь, потом подороже продаешь, потом снова ждешь снижения, потом снова повышения. И там сетку можно очень простую расставить. Это все практически всегда будет работать. Так или иначе, здесь до сих пор такое, видите, восходящее движение потихоньку. И снижение к 60 здесь будто бы открывает возможность для того, чтобы его немного докупить. Можно и со стопом, в принципе, а можно просто в портфель добавить. Следующее это BNB. Про закупки здесь вообще никакой речи не идет. Очень уже высоко она торгуется. Единственное, что бы мне хотелось, конечно же, увидеть, это закрыть, наконец-то, позицию, которую мы набирали. Последнее закрытие у меня 665. То есть идея в том, чтобы дойти до хая и уже про монетку забыть. Поэтому такой план и остается. Единственное, что я бы посмотрел на текущий уровень поддержки, достаточно сильный, видите, 550. И если его пробивает, то я бы уже просто остаток закрыл на возможном снижении. Потому что если эта фигура пойдет отрабатываться, это снова, во-первых, время. Во-вторых, это более низкие котировки и, ну, не стоит просто того. Поэтому типа 500, там 10, 520. В этот диапазон, если падает, я бы уже просто до конца дозакрывал. Последняя монета. Что это она последняя? Нет, она даже не предпоследняя. Это Solana. Просто здесь она растет, видите, намного быстрее рынка. Мне кажется, опять же, что пройдя такой путь по аналогии с Binance Coin, она скорее склонна пробивать свой хай. И вообще Solana, по-моему, в прошлом цикле точно так же рост. Там Bitcoin уже особо ничего не показывал. Altcoin рынок тоже ничего не показывал. А Solana там просто... Поэтому очень похожая ситуация. Отработала уже Solana свою фигуру предыдущую. То есть предыдущее быстрое движение плюс консолидацию. Скорее всего, он в обозримом будущем уже возьмет паузу. И после этого с новым импульсом, уже третьей волной роста, он, скорее всего, будет пробивать свои хай. И поэтому тут, ну, некие-то действия сложно предположить. Если у вас он есть, как бы, ну, там, соответственно, ждать или хотя бы ждать какой-то остановки. Либо, если у вас его нет, то, на мой взгляд, как бы, ну, брать его уже смысла не шибко много. Теперь давайте посмотрим на монеты, которые я еще добавил сегодня уточком. Это One Inch первая. Во-первых, она очень слабо подросла. Всего лишь, по-моему, в два с половиной раза выросла со своего дна. Во-вторых, мы видим, что здесь цена уперлась в такой довольно сильный уровень. От уровня немного отскочила на коррекции всего рынка. И сейчас, вот, как бы, цена около 50. Не прям шикарная цена, но мне кажется, что, в принципе, можно в среднем и по такой цене его добавить. В идеале, конечно, нам увидеть или 48, или, возможно, снова снижение к 37. Но это уже такие более агрессивные и сильные добавления на случай, если рынок пойдет на более существенную коррекцию. Ну и последнее. Я не помню. Я нашел у себя в портфеле. Ну, нашел, потому что добавлял. И не помню, просто, вообще, рассказывал я о кейке или нет, был ли у нас обзор. Но, собственно, в том, что в портфеле есть. Я сейчас решил еще немного добавить. Монета, как бы, подросла уже неплохо. Там, x5 сделала. Но, вот, все, что вот здесь, это такое забвение монеты. Я не знаю, как ее так далеко довели. Вообще, зона накопления у него, наверное, от 3 до 5, в которой он сейчас находится. Поэтому, как только он эти 5 пробьет, надеюсь, что пробьет, скорее всего, нас ожидает такой достаточно приличный рост. Там, по-моему, хаи даже выше. Здесь просто он немного позже залистился. Но суть в том, что текущие цены неплохо. Плюс 3.1 тоже неплохо. И все на этом. Поэтому, вот такой вот расклад на текущий момент времени. В принципе, рынок дает уже некоторые моментики не шибко приятные, а именно безымпульсные пробои фигуры. Безымпульсные пробои фигуры это в среднем даже хуже, чем падение. Когда мы падаем, мы понимаем, для чего мы падаем. Мы понимаем, какая, как бы, кто именно цель этого снижения. А вот слабые отскоки и слабый рост, это нередко свидетельство о том, свидетельство того, что быки не обязательно слабы, но будто бы они с этих отметок пока еще цену не хотят как-то высоко двигать. Надеюсь, что, как бы, уровень 69 не устоит, и мы в итоге пойдем наверх, и тогда ничего страшного, вероятнее всего, не произойдет. Ну, вот, просто текущее поведение цены немного напрягает. Поэтому у меня на этом все. С вами прощаюсь, напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте за то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения, с торгового решения принято самостоятельно. Я с вами обращаюсь, всего хорошего и пока.